Здравствуйте! В эфире программа «7 минут» и в гостях у меня сегодня Геннадий Филин, руководитель группы и творческого центра «Филинс». Геннадий, здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня мы с вами поговорим о предстоящем фестивале, который совсем-совсем скоро будет в нашем городе. Давайте начнем. Расскажите, пожалуйста, что это за фестиваль? Фестиваль называется «Джаз Фонтан». Существует он уже с 2003 года. Впервые он прошел на Площадь Победы перед МКЦ и был приурочен годовщине открытия кафе «Фонтан», где с 2002 года, можно сказать так образно, живет джаз. И уже очень много музыкантов, исполнителей, самых разных, от широко известных в узких кругах до даже широко известных в весьма широких кругах, известных музыкантов джазовых, блюзовых со всего мира побывал в нашем городе благодаря вот кафе «Фонтан» и фестивалю «Джаз Фонтан», который вот уже стал традиционным. В этом году это фестиваль «Джаз Фонтан» 2014. То есть какой по счету получается? О, я не считал, потому что в смысле, как вы знаете, мы постоянно изменяем форму. И иногда даже не бывает джаз «Фонтан», а бывают какие-то другие фестивали. То есть вот у нас девиз «Музыка, объединяющий мир», иногда мы так и называем «Музыка, объединяющий мир», например. Но тем не менее, каждый год, а то и несколько раз в год проходят мероприятия под таким брендом. А вот чем именно этот фестиваль отличается, допустим, от тех, которые были раньше? Какие участники? Отличие есть. Оно в том, что уровень музыкантов, исполнителей, он у нас как бы неуклонно повышается. И в этом году произошел такой весьма качественный скачок. Вот начиная с нашего последнего концерта с певицей из Нью-Йорка Майи Азусеной, да, вот уровень этих музыкантов, он приблизился, наверное, можно сказать, к топовому. Может быть, не в плане звездности имен, но в плане вот их исполнительского мастерства. Это, безусловно, топовый уровень. Они являются действительно звездами уже во всем мире, в Нью-Йорке, в других странах. И качество той музыки, которую они доносят, такого у нас еще не было. Безусловно, такого джазового вокала, который будет представлен на этом фестивале, Рязань еще не слышала. Ну, назовите имена участников. Один коллектив называется Нью-Йорк Олл Стар Трио, как следует из названия. Там Олл Стар, все звезды. И Трио, да? Да. В нем участвует такой певец, фееричный певец, импровизатор Бенни Бенак с потрясающей техникой вокала. И плюс он трубач, как всем известный Луи Амстронг. И поет, и играет на трубе, и делает это блестяще мастерски. В наших пресс-релизах мы даже указываем ссылку в интернете, где можно послушать его, посмотреть, вернее, видео с его участием. Я не задумываясь, пригласил этот коллектив, когда увидел то, что он делает. Это потрясающе. В этом трио также играет барабанщик Джейсон Браун, которого называют сейчас будущим развития ритма и барабанов на нашей планете. А, кстати, руководит этим коллективом Аркадий Авруцкий, наш соотечественник, который объединяет сразу три страны. Украину, Россию и Америку, но только в таком вот хорошем, позитивном, культурном качестве. Второй исполнитель из Италии зовут его Борес Савалдели. Это потрясающий музыкант. По версии главного итальянского журнала «Джаз Мак» он является лучшим джазовым вокалистом Италии. И одновременно по рейтингам уже таким мировым его альбом стоит на третьем месте после таких музыкантов, как Элджи Ро. Это музыкант с таким известным мировым именем, который обладатель нескольких грэмми и так далее. Борес Савалдели будет выступать как соло, так и с нашей рязанской группой «Филинс», которую я, собственно говоря, возглавляю. Ну вот, касаемо группы «Филинс», что будет группа представлять на сцене? С Боресом мы сошлись на том, что мы сделаем старые итальянские хиты 30-40-х годов в современных обработках и композиции в джазе наши есенинские. И Борес будет петь как на итальянском, на английском, так и на русском есенино. И все это будет в джазовой обработке. И это на такого еще никто не делал. А фестиваль состоится 25-го? 25-го ноября, вторник, 19.00, МКЦ. Геннадий, ну и вот вообще касаемо джаза, сколько лет вы уже с джазом, да, и что он для вас значит в жизни? Я с джазом с 83-го года. В этом году группа «Филинс» отмечает свое 30-летие с первого выхода на сцену. Это было в радиоинституте. Да, вот как это было? Да, это было, да, это было интересно. Страсть к джазу у меня проснул совершенно... Это был такой какой-то скачок, то есть я услышал эту музыку, и во мне произошел переворот. А кого вы услышали, помните? А мне, да, мне подарили пластинку, она называлась «Знаменитые джазовые вокалистки». Там были собраны записи, могу перечислить, там Элла Феджеральд, там, допустим, трек. О, что-то у меня замыкание какое-то произошло, но не принципиально. Там были самые известные джазовые имена. Которые тронули вас прямо за душу. Да, они мне прострелили всю душу и сердце, и во мне вот какой-то резонанс произошел, мое любимое слово «резонанс», и во мне эта музыка, она сразу появилась. То есть я ее начал сочинять, и она мне как из рога изобилия пошла. При этом я не обладал знаниями для того, чтобы ее воплотить. То есть я самоучка. У меня было начальное музыкальное образование в виде музыкальной школы по фортепиану. Но джазу я не учился, и подчеркиваю, я даже слова такого не знал. Но вот эта страсть и любовь, она все, мое внутреннее содержание полностью заполнило. И участие в радиоинституте я собрал коллектив, назывался он сначала «Джазовая группа под управлением Геннадия Филина». И вот мы старательно, долго, мы сначала готовили одну композицию, потому что мы не знали, как сделать весенние зарисовки. Сделали, полгода репетировали, одну. Ну, потом вышли на конкурс художественной самодеятельности в марте 1984 года и заняли первое место. И вот оттуда это все пошло. Вот всегда хотелось спросить у музыканта, музыка с вами, она всегда, то есть вы просыпаетесь с музыкой в голове, засыпаетесь с музыкой в голове? Или все-таки вот когда-то хочется тишины, да, чтобы ничего нигде не играло? Как вот дела обстоят? Ну, я про себя буду говорить, да, поскольку я музыку сочиняю, да, у меня 99% внутреннего эфира, он всегда со мной, при мне, вот. Но я знаю, что слышу внутри себя вот эту музыку, да, это как вот женщина-ребенок зачинает, потом она ее вынашивает и рожает. То же самое делает любой творческий человек со своим творением. Я иногда даже вынужден не впускать в себя, потому что вот зачал, потом вынашивая, рожает, воспитывая, ставь и отпускай. Это все, вот, меня любая женщина поймет, я занимаюсь тем же самым. Вот, так любое творчество происходит. Чем я замещаю, значит, радио, естественно, я не слушаю, телевизор тоже не смотрю, только вот мне кто-то говорит иногда, там, вот это послушаю, это круто. Я раз, там, 15 секунд, мне этого достаточно. То есть, я живу на внутреннем эфире, чего и другим желаю. Вот. А замещаю я это тишиной, только тишиной, желательно природной тишиной. То есть, самая лучшая музыка – это тишина, это вот шорох листьев, шуршание травы, звуки насекомых, звуки леса, там, журчание воды в реке. Вот это вот достойная музыка. Ну что ж, Геннадий, спасибо вам огромное. Давайте нашим телезрителям еще раз напомним, что 25 ноября в 19.00 кафе «Фонтан», да? Да. И фестиваль, который называется «Джаз Фонтан», приходите обязательно. Еще раз напомню, что в гостях у меня был Геннадий Филин, руководитель группы и творческого центра «Филинс». Это программа «Семь минут». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова